Здравствуйте, это Несей Новости в студии Ксении Митрофановой. В начале коротко главной темы выпуска. Не хочу болеть в таких тяжелых формах и как это все происходит. Хочу себя обезопасить. В крае объявлена обязательная вакцинация. Привиться должны все, кто работает с большим количеством людей. Сейчас очень волнует наших пациентов, как правильно их научить дышать. Вылечился не значит здоров. Медики занялись реабилитацией тех, кто тяжело переболел ковидом. Обвал, прям на глазах все становится больше и больше, рядом дорога. Еще немного и осыпется дорога. В Красноярске на улице Норильской разрастается огромный провал. Как страшно, все шумит, как будто конец лета настал. Почти зима в июле. У Яры партизанский район засыпал крупный град. Местами были сугробы. Нам вместе и с руководством района, и нашими краевыми руководителями предусмотреть здесь программу комплексного обустройства этого замечательного места. Большие перемены для озера Большое. Это любимое многими место отдыха скоро преобразится. В Крае объявлена обязательная вакцинация. Такое решение принято Роспотребнадзором. Постановление подписал главный санитарный врач региона. Перечень категорий жителей, которым необходимо привиться от коронавируса, обширный. В нем более 16 пунктов. По сути, поставить уколы должны все, кто контактирует с большим количеством клиентов и посетителей. Антон Тишаков расскажет подробнее. Скоро очереди в пунктах вакцинации увеличатся. В них будут стоять не только те, кто хочет привиться, но и те, кто обязаны это сделать. В постановлении главного санитарного врача Края указана причина. За последние две недели инфицированных стало в полтора раза больше. Вирус атакует, и остановить его могут только прививки. Перечень тех, кто должен их поставить, занимает почти целый лист. Это госслужащие, работники сферы образования и здравоохранения, транспортных услуг, соцзащиты и многофункциональных центров, ЖКХ и энергетики, банков, торговли и общепита, спортзалов и бассейнов, парикмахерских и детских центров. Проще говоря, пройти вакцинацию нужно всем, кто работает с людьми. Большинство опрошенных нами к этому относятся нормально. Я уже вакцинировалась. 30 июня получается. Ну просто всех заставят. Почему бы нет? Пораньше сделаю и все. Я уже провакцинировалась. Второй раз буду 5-го числа. Не хочу болеть в таких тяжелых формах, и как это все происходит у нас сейчас. Эпидемия. Хочу себя обезопасить. Обязательную вакцинацию в стране вводили постепенно. Наш край стал 37-м регионом, в котором приняли такое решение. Теперь у работодателей есть неделя, чтобы предоставить списки подлежащих иммунизации в поликлинике. И похоже, директорам компании будет непросто. До сих пор хватает и тех, кто не верит в прививки. Отрицательно. Почему? Ну не знаю. Просто не хочу и все. Ну и с каких соображений? Все-таки сейчас в мандемии идут, волны нахлынули. Ну не знаю. Они ее путем-то не исследовали. Нет, нет. И не хочу. Потому что недавно была статья, конференция медиков, которые сказали, что все вот эти вот вакцины, которые сейчас производят, да, они до конца не исследованы. Против. Там много аргументов. Во-первых, непроверенная до конца, не испытанная. В любом случае, по решению Роспотребнадзора, до 15 сентября должны привиться не менее 60% работников, которые так или иначе контактируют с людьми. Тем, кто еще не сходил на уколы, можно только порекомендовать сделать это быстрее. Антон Тишаков, Павел Пателицын, Енисей. Новости. И уже вечером главный санитарный врач по Красноярскому краю Дмитрий Горяев прокомментировал решение об обязательной вакцинации. Вот что он сказал. Уважаемые жители Красноярского края, в настоящее время в крае отмечается стабильно высокий уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Абсолютное большинство заболевших – это жители края в возрасте от 18 до 64 лет. Около 70% – это работающие. Учитывая уровень заболеваемости, приняты дополнительные меры. По данным врачей и ученых, иммунизация – это самый эффективный способ в борьбе с коронавирусной инфекцией, который поможет избежать крайних последствий. Обращаюсь ко всем жителям края и призываю позаботиться о своем здоровье и здоровье своих родных и близких. Добавлю, по решению Роспотребнадзора, ближайшие матчи футбольного Енисея, рельбийного Красного Яра на домашних стадионах будут проводиться без зрителей. Болельщики, купившие билеты, могут сдать их в кассах. И подтверждение обоснованности решения об обязательной вакцинации, о матчах с пустыми трибунами. За сутки в край выявлен еще 491 инфицированный. Накануне было 506, в Красноярске 108 случаев. Это лишь на три меньше, чем вчера. Много заболевших и в районах. В Лиссосибирске плюс 28 пациентов, в Минусинске 27, в Вачинске 26, в Железногорске 47, в Зеленогорске 39. Но данные закрытых городов не попадают в общую статистику. Выписаны 250 человек, скончались 20. Под медицинским наблюдением на дому уже без малого 50 тысяч контактов. Всего лишь за день к ним добавились около 3,5 тысяч человек. Медики сейчас лечат не только больных ковидом, но и тех, кто победил инфекцию. В Краевом центре реабилитации много пациентов, которым даже после отрицательных тестов требуется кислород. Как их возвращают к прежней жизни, расскажет Екатерина Любим. Сатурация 93, пациент готов к работе. Красноярск Николай Толпыгин буквально заново учится дышать. Мужчина тяжело переболел. Его привезли в больницу почти со стопроцентным поражением легких. Теперь, чтобы вернуться к прежней жизни, нужна длительная реабилитация. Вот уже несколько дней Николай занимается на специальном тренажере. Я уже третий сутки без пислорода. Мы дышим по определенной стене. На выдохе можем говорить. Потому это так медленно. Разговор и ситуация падают. Это большой такой пласт в нашей реабилитации. Научить пациента правильно дышать и восстанавливать любимую нашу сатурацию, всеми любимую. Это уже наше дело. А это вовсе не кабинет с видеоиграми. Здесь переболевшие пациенты учатся заново ходить, поднимать руки, держать баланс. Лазер считывает все движения. Что делать, показано на экране. Жительницу Ачинска Татьяну Петровну в краевую больницу доставили с анавиацией. После нескольких дней, проведенных в реанимации, женщина совсем не могла передвигаться. Чувствуешь себя выжатой, как тряпка, но зато довольный. Зато довольный, потому что если лежал ватные ноги, не мог не пройти. И сейчас вот такие результаты, это очень хорошо. В центр реабилитации попадают пациенты, которые переболели коронавирусом в тяжелой форме. Те, кому до сих пор нужна кислородная поддержка. Их направляют из базового инфекционного госпиталя краевой больницы. В этом году в рамках нацпроекта здравоохранения закупили современное оборудование. А чтобы пациенты в палатах чувствовали себя комфортно, красноярская художница подарила медикам репродукции своих картин. Мы берем кислород зависимых пациентов, которые уже имеют отрицательные мазки, которые уже имеют положительную динамику по анализам. И с такими бы анализами они уже могли бы идти домой и там продолжить свое восстановление. Но этого невозможно сделать. Почему? Они зависят от поддержки кислородом. Медики отмечают, далеко не все переболевшие знают, как в домашних условиях оправиться после коронавируса. Как восстановить норму кислорода в крови. Для тех, кому до сих пор тяжело дышать, специалисты разработали 10-минутный комплекс упражнений. Его можно будет скачать на сайте краевой больницы. Ексерина Любим, Максим Галат, Енисей. Новости. Синоптики обещают жаркие выходные, но на днях погода испортится. Все подробности далее. Лада Веста с выгодой до 30 тысяч рублей при покупке по программе Лада Финанс. Подробности у официального дилера Лада Центр. Телефон 220-0040. Красноярск. Партизана Железника 25. Товарищ, слушай и запоминай. Мебель, доступную каждому, на Калинино 43 покупай. Весь ассортимент не перечесть. Цена минимальна, а это нужно учесть. Все купи на Калинино 43. Зеленогорские напитки «Зелен». Цените каждый момент наступившего лета. Для прогулок и посиделок. Для дневной жары и вечерней прохлады. Для друзей и близких. Зеленогорская безалкогольная от завода «Зелен». Повод утолить жажду. Спрашивайте в магазинах города и края. Массажное кресло «Ямагучи». «Х» создано, чтобы полностью изменить представление о массажных креслах. Первое в мире кресло с двойным массажным механизмом. Система сканирования, графеновая технология прогрева. Стильный дизайн подчеркивает статус владельца. «Ямагучи». Фермерский рынок. Комплекс розничной торговли. Агротерминал. Закон сохранения денег от КМК гласит. Если дети растут, то цена на детскую мебель падает. С 1 июля по 30 сентября скидка 20% на детский ассортимент мебели. КМК. Всегда удобно. Компания «Караван» приглашает к сотрудничеству водителей с личным транспортом. Выгодные условия. Удобный график работы. Грузо-такси «Караван». Любые перевозки по Красноярскую краю и услуги спецтехники. Улица Складская, 28. Телефон 241-3241. Не можете справиться с зависимостью? Современный подход к реабилитации. Квалифицированные специалисты. Индивидуальная программа. Центр восстановительной реабилитации «Хелп». Телефон 256-2707. Поможем освободиться от зависимости навсегда. ЧП на железной дороге, которая наверняка коснется многих пассажиров из нашего края. В Забайкале рухнул мост на Транссибирском магистрале. Сообщается, что произошло это из-за ливни и паводка. Погибших и пострадавших по предварительным данным нет. Но движение остановлено в обоих направлениях. В связи с этим пока прекращена продажа билетов на поезда, следующие по этому участку. Восстановительные работы на одной из веток Транссиба будут продолжаться двое с половиной суток, на другой пять дней. Сейчас прорабатывается вопрос о перевозке пассажиров задержанных поездов на автобусах. Ведутся переговоры и с авиакомпаниями. Вода стала красной. Недалеко от Норильска такой цвет появился у реки Далдыкан. Это заметили жители города, которые выходили в тундру. Они тут же подняли тревогу. Такие случаи там уже бывали. Местные реки краснели из-за загрязнения промышленными сбросами. Фото и видео тут же разлетелось по соцсетям. А там мы увидели как раз то, что имеет вода неестественного происхождения цвета, ну вот этот коричневый, при этом очень сильно заметен осадок. А вот этот вот участок, который мы видели, да, на нем действительно отображено то, что имеется муть, имеется осадок. Если этот осадок мы рукой или там камнем где-то потревожим, то это все преобразовывается в такие пурпурно-красные цвета, и они растекаются вдоль этой реки. В течение часа после первых сообщений о Красной реке специалисты проверили все возможные точки загрязнения, но никаких сбросов на предприятиях и утечек на трубопроводах не обнаружено. Поднимали даже вертолет, чтобы осмотреть русло с воздуха. Оповещены все надзорные органы. За рекой наблюдают, но пока эксперты считают, что она изменила цвет из-за того, что размыла береговые отложения после аномального паводка в этом году. И к другим темам. Ходить там просто опасно. На улице Норильска разрастается огромный провал. Еще немного, и начнет осыпаться проезд около домов. Люди уже боятся приближаться к этому месту и уж тем более подпускать к нему играющих детей. Говорят, если власти не примут срочные меры, быть в беде. Софья Лупинина видела, что там происходит. Ей слово. Глубина этой ямы уже 5 метров. И она становится все больше с каждым днем. Рядом ходят мамы с колясками, неподалеку играют дети. Многие гуляют здесь собаками. Вот смотрите, у нас тут как бы зеленая зона. Я могу пойти с ребенком погулять. То есть тут не нагуляешься сильно. А яма с каждым днем, она увеличивается. То есть с коляской, ну, мне уже не проехать. Это уже гораздо страшнее, чем было раньше. Обвал прям на глазах все становится больше и больше. Рядом дорога. Асфальт сделан так, что под ним песок. Этот песок также будет вымываться. Асфальт просто провалится дальше. Это для земли, для дождя это не проблема. Яме этой уже не первый год. Мы не раз о ней рассказывали. Куда только уже не обращались местные жители и что только они не делали. Сами ставили ограждения, но первым же дождем их смывает в провал. Звонили и писали чиновникам. Ведь территория, на которой появился провал, принадлежит городу. Но яму лишь присыпали. Год назад, когда жители соседних домов впервые обратились в администрацию района, чтобы засыпать яму, ее границы проходили где-то вот здесь. Почва на этом месте до сих пор мягкая и подвижная. Спустя год из-за июньских дождей провал снова образовался в метре от старого. И стал еще больше. За последний месяц яма стала шире на 4 метра. Поправляющие компании уверены бороться над оспричиной, а не со следствием. Пока администрация не приведет в порядок ливневки и ближайшие грунтовые дороги, землю так и будет размывать. И провал будет расти. Провал образуется из-за того, что потоки воды с улицы Норильской, там есть часть незасфальтированного участка. Оттуда смывает пыль, грязь, какой-то мусор. И все это идет сюда. То есть это нижняя точка. Вода эта здесь скапливается, образуется большая лужа. И начинает размывать вот этот откос уже. И все это идет в речку Бугач. В районной администрации нам пообещали, что специалисты обследуют участок и со следующей недели опять начнут работы по засыпке. Но жители окрестных домов уверены, что это поможет максимум до следующего лета. Когда проблему решат раз и навсегда, непонятно. Софья Лупинина, Алексей Гусев, Енисей. Новости. Репетиция настоящей зимы в Уяре. В партизанском районе там выпал град размером с перепелиное яйцо. Смотрите, как это было. Как страшно. Все шумит, как будто конец вреда настал. Ой, 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 что это делается? Брат, больше дорога. Лед с неба шел полосой. Одним участкам досталось меньше, другим больше. Местные жители выкладывают в соцсети впечатляющие кадры. Побило огурцы и капусту, лежит картошка, сломало цветы. Кое-где отключилось электричество. Особенно поражает видео, снятое на одной из улиц. Там были настоящие сугробы. Люди до сих пор приходят в себя после таких погодных сюрпризов в конце июля и подсчитывают убытки. Урожай у многих, похоже, будет плохим. Ой, беды мои огурчики. Все листья рваные. Ой, вот так, гляньте. Ёлки-палки. Капуска. Ём, парасы ты. Побитая вся, побитая. Конечно, можно только посочувствовать людям. Но вот в Красноярске подобных катаклизмов не ожидается. Предстоящие выходные будут солнечными. Можно смело планировать прогулки, отдых на природе. В субботу обещают до 32 градусов. А в воскресенье плюс 33. С жары начнется и рабочая неделя. По предварительному прогнозу в понедельник тоже будет 33 градуса выше нуля. А вот со вторника начнутся дожди. Возможны грозы и станет чуть прохладнее. Плюс 26. В среду температура продолжит падать. Обещают всего около плюс 20. Примерно такая же погода будет и в последующие дни. Лето еще продолжается. У нас есть еще целый месяц на летнюю погоду. Это типичный процесс прохождения циклона, атмосферных фронтов. Небольшое похолодание будет в середине недели. Но в дальнейшем там перспектива, что опять будет так же тепло. Мост любви, яхт-клуб и крупное рыболовное хозяйство. И все это в Шарыповском районе у озера Большое. Отдыхать там любят не только местные жители, но и гости со всего края. Озеро уже называют туристической жемчужиной. В ближайшее время эти живописные места начнут благоустраивать. Такое поручение дал губернатор. Ну а подробности в сюжете далее. Яхта-парус и ровная гладь воды направлять легкое судно по ветру на озере Большой учатся ребятня. Это единственный детский сельский клуб в крае. Его создали всего 4 года назад, а он уже стал центром развития парусного спорта в регионе. Здесь проходят чемпионаты среди юных яхтсменов. Любят у озера прогуливаться и местные жители. Прибрежную зону благоустроили. Изюминка стал 19-метровый кованый мост. Теперь это главное место свидания влюбленных пар. Крупная живая рыба тоже плещется на озере Большой. Форель, карпа, сётр. За год в местном хозяйстве выращивают около 150 тонн. Садковые линии показали губернатору. Он отметил, что объёмы нужно наращивать. Для этого на предприятии планируют реконструкцию. Комплексное благоустройство ждёт и само озеро. Самое известное в Шарыповском районе. Для того, чтобы туристы могли здесь отдыхать цивилизованно, будет сделано всё возможное. Кольскор – это действительно жемчужина Красноярского края. Полагаю, что в ближайший месяц, максимум два, необходимо нам вместе и с руководством района, и нашими краевыми руководителями предусмотреть здесь программу комплексного обустройства этого замечательного места, рассчитанную максимум на два года. Побывал глава региона и в Ачинском районе, в посёлке Горный, в рамках нацпроекта образования, 1 сентября откроется Центр «Точка роста-2021». Там дети смогут учиться по современным информационным технологиям. Этот проект направлен на развитие сельских школ и школ и малых городов. Для того, чтобы оснастить вот таким оборудованием, это цифровые лаборатории, это новое, более современное, практическое оборудование для уроков биологии, химии и физики, которое позволит ребёнку получать качественное образование наравне с городскими. Это вторая по численности школа в районе. Каждый год среди выпускников немало сдавших экзамен на максимальный балл. Осмотрел губернатор и единственный детский сад посёлка Малиновка, который недавно отремонтировали. Анастасия Тиль, Светлана Саенко и Максим Галат. Енисей. Новости. Скоро новоселье в селе Идринское построили дом для молодых специалистов. Он двухэтажный, в нём 8 квартир, пока не пустуют, но через некоторое время в них заедут медики, которые приедут туда на работу по распределению. В Идринском ждут врачей терапевтов, педиатров и фельдшеров. Дом построили меньше, чем за год по программе обеспечения жильём работников бюджетной сферы. Все квартиры в чистовой отделке, что называется, заезжай и живи. Придомовую территорию тоже привели в порядок, там высадили газон. Ну а как продвигалось строительство, следил депутат Госдумы Виктор Зубарев. Такие решения, они позволят нам вернуть на землю специалистов. Когда на встречах люди задают вопрос, а можно ли вернуть назад то распределение советское, которое было для специалистов медицины, образования, да и вообще для всех выпускников высших учебных и среднетехнических заведений. Возвращать нужно вот таким способом. Одна из главных достопримечательностей северной столицы – разводные мосты в новой серии проекта «Наше лето». Наполните ваши выходные романтикой, отправляясь в увлекательную однодневную прогулку по Енисею на комфортабельном теплоходе. Наслаждайтесь красотой реки вместе с калейдоскопом путешествий. Сайт КПТУР.РУ. Телефон 242-58-30. Товарищ, слушай и запоминай. Мебель, доступную каждому, на Калинина 43 покупай. Весь ассортимент не перечесть. Цена минимальна, а это нужно учесть. Все купи на Калинина 43. Новая технология лазерной коррекции зрения «Смайл». Более точная и менее травматичная. Только в глазном центре «Смайл» Красноярска. Бесплатная консультация 287-77-33. Драгоценные металлы ближе, чем кажутся. Они вокруг нас. Красцветмет. 8 драгоценных металлов с чистотой до 4 девяток. Продукция промышленного назначения. Ювелирные цепи машинного плетения. Прикладная наука и открытые инновации. Устойчивое развитие. Красцветмет. Драгоценные металлы для людей. Мы продлили акцию «Дачное время для вас». Теперь весь июль в клинике «Варикоза.нет» оперирующие хирурги ведут приемы всего за тысячу рублей. Звоните и записывайтесь. 205-45-01. Золотодобывающая компания «Дживи Голд» приглашает на работу водителей и машинистов горной техники. Вахта. Комфортные условия проживания и достойное вознаграждение. Самсон, Тритон и Шахматная гора. Мы продолжаем проект «Наше лето», в котором рассказываем, где и за сколько можно отдохнуть, не покидая пределов страны. Всю эту неделю Анастасия Тиль путешествует по Санкт-Петербургу и в финальной серии расскажет об одних из главных достопримечательностей города – фонтанах и разводных мостах. Смотрим. Увидеть это своими глазами стоит, уж поверьте, сияющий, сверкающий бриллиантами брызг на солнце фонтаны – невероятное эстетическое удовольствие. Такси в Петергоф стоит 750 рублей в одну сторону. Сюда можно и приплыть. Билет на метеорий туда и обратно – 2000. И сразу же попадете в самый популярный – Нижний парк-музея. Здесь работает 1800 человек. И только представьте, 600 из них занимаются исключительно деревьями, кустарниками, газонами. Тщательно их стригут и следят, чтобы они были просто в идеальном состоянии. Есть, конечно же, отдельная команда, которые отвечают за фонтаны, натирают до блеска стату, моют их, вычищают. И каждый день в 10 утра включают их вручную. Только представьте, здесь нет ни одного насоса. Вся вода естественным путем попадает в фонтаны и разливается. И так уже целых 300 лет. Территория Нижнего парка огромна. Здесь почти полторы сотни фонтанов. И каждый – уникальное творение. Только посмотрите на большой каскад. В центре – библейский богатырь Самсон, разрывающий пасть льву. Это памятник русским победам. Или шахматная гора, где вода лениво скользит по черно-белым квадратам. Здесь можно бесконечно долго бродить в тени аллей, лишь изредка останавливаясь, чтобы передохнуть в ажурных беседках. А вот это желтое здание за пышными деревьями называется Екатерининский корпус. А все потому, что именно отсюда Екатерина Алексеевна поехала на переворот против своего супруга. И уже стала Екатериной второй, великой. Ну это, кстати, не просто какая-то там забава. Считается, что если загадать желание, хочу в следующую командировку поехать в Сочи и закинуть монетку прямо в голенище сапога Петру, то оно обязательно сбудется. Еще одна попытка. Давай, монетка. Сочи, бархатный сезон, проект наше лето. В последний день этой сказочной поездки хочется еще раз не спеша прогуляться по узким улочкам вдоль каналов, запомнить шум города на знаменитом Невском и, конечно же, насладиться красотой ночного Петербурга. После заката аристократичные улицы словно наряжаются в праздничные одежды и начинают сиять. В Санкт-Петербурге почти четыре сотни мостов и 18 из них разводят. Только ради этого зрелища летом сюда приезжают тысячи человек. Увидеть всю эту красоту вблизи с Невы стоит 1700 рублей. Только посмотрите, какое огромное количество людей каждый день приходит посмотреть, как разводят мосты. Толпы людей на набережной, десятки теплоходов и катер. Каждый старается занять место получше, чтобы поближе увидеть, как мосты поднимаются в крыльях. Наши питерские каникулы закончились. Приехать в северную столицу, увидеть императорские дворцы с их апартаментами, восхититься безумной красотой Исаакевского собора, насладиться архитектурой старого города и для контраста побывать в типичных городских коммуналках стоит 48 130 рублей. Влюбиться в этот город раз и навсегда бесценно. Анастасия Тили, Денис Тимошенко. Ениси Новости. Наше лето из Санкт-Петербурга. Телефон редакции новостей 236-01-36. Адрес в интернете 3WINC TV. С вами была Ксения Митрофанова. Всего доброго. До свидания. Прогноз погоды в Красноярском крае на субботу 24 июля. В Турганском районе на юге Таймыра и Фавенкии преимущественно облачно. На части территории пройдут небольшие дожди. Ночью от плюс 5 до плюс 15 градусов. Дневная температура от плюс 10 в Диксоне до плюс 30 в Байките и Вановаре. В северной группе районов Красноярского края преобладает облачность. Осадков не прогнозируют. Ночная температура до плюс 15. Днем до плюс 31 градуса. В восточной части региона облачная погода, без осадков. Ночью до плюс 15 градусов. Днем до плюс 31. В центральных районах Красноярского края преимущественно облачно. Осадков не ожидается. Ночью до плюс 17 градусов. Дневная температура плюс 27, плюс 31. В западной группе облачность. На большей части территории пройдут дожди. Ночная температура плюс 13, плюс 17. В светлое время суток до плюс 30 градусов. На юге Красноярского края облачная погода, почти повсеместно дожди. Ночью от плюс 15 до плюс 20 градусов. Днем плюс 24, плюс 30. В Красноярске 24 июля облачность. Синоптики осадков не прогнозируют. В темное время суток до плюс 15. Днем до плюс 30 градусов. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба. Субтитры делал DimaTorzok Так, фу. Да. Да. А я его не вижу. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok